Во имя Отца и Сына и Святого Духа, обидим. О тропом занятии мы начали... Не сюда перейдите, а с двух глазами. Занятие по Священному Писанию начали с 4 главы, 1 послание Коринфянам. 1 стих на нем остановились. 3-4 глава. Удобно, все, как я просаду. Напомню, 3 глава заканчивается такими стихами. Итак, никто не хвалит с человеками, ибо все ваше, Павел или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Отстало. Ну извините, что... 1 послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Ну, по прошлому занятию еще изучали. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроительный тайн Божьих. Тоже мы этот стих разбирали, про домостроительство. И второй стих, сейчас начнем мою тему рассуждать. Второй стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Толкование. То есть, требуется, чтобы домостроитель не присвоил себе того, что принадлежит господину. Не располагал ничем, как господин, но всем распоряжался, как чужой, господской собственностью. Принадлежащего господину не называл своим, а напротив, свое почитал принадлежащим господину. И вот параллельные места на этот стих. Первое послание к Арифонам, 4 глава, в 17 стихе, говорится так. Для сего я послал к вам Тимофея, возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. То есть, второй нам стих говорит о том, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И вот в 17 стихе опять говорится о Тимофее и характеризуется, как он как верный в Господе Сын. Во втором послании к Арифонам, во второй стихе, вторая глава, 17 стихе, ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Еще такое параллельное место нам предлагается. И второе послание к Арифонам, 4 глава, 2 стих. Но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. И еще последний стих, параллельно место, Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 стих. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Вот еще одно место говорит о верности. А какой это стих разъясняет? А стих у нас такой, первое послание к Арифонам, 4 глава, 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. То есть мы на прошлом занятии говорили о домостроительстве. Вы как строитель нам давали уважение. От домостроителей-то почему? На разных языках, как вавилонскую башню строят. Все друг друга не понимают? Вы окажетесь в положении до начала строительства этой башни. А дальше по-евангельски строите все языки в одном вещате, как в день Пятидесятницы. Апостол Павел мог сказать, мы не повреждаем Слово Божие. Остановись на этом. Ты мне сегодня найди какую-то конфессию, которая не повреждает Слово Божие. Мы можем кратко сказать обо всех, но конкретно о нас. Нигде так Слово Божие не искажается, как в православии. Вот с этими мощами, с трупами замучились. Да как вы можете не признавать первосвященника Стефана? Его убили на его могиле. Даже если все правильно, на его могиле, там, литургия совершалась, допустим. Ну где это написано, что выкапать и резать нужно трупы? Вы опять же не показали, где это указание есть. А вот к Елисею бросили, прикоснулся, исцелел. В первую очередь мы не знаем замысла Божия. И тот человек умер. И о чем это говорило? Ни одного вопроса не отвечает. Ну так и почитайте тело Елисея-то. Это единственное тело, от мертвого которого воскрес человек. Единственное. И этого единственного тела, его нигде нету. Его или он сжег. Его и нет как раз. А теперь мы уже начинаем готовить не копии, а подделку, суррогат. Поклоняются, канонизируют, а потом деканонизируют. Ошибка была, уже храмы в честь святых построили. А теперь деканонизация идет. И ни один, ни два, я ролик целый говорю об этом. Они в календарях уже записаны, в честь всех людей крестили. Оказалось, они не святые, а теперь назад. Нам больше заниматься нечем. Мы не повреждаем Слово Божие. Чтобы Слово Божие не повреждать, даже любить его, не повредить свой глаз. Почему мы с таким лозунгом не ходим? А Бог так сделал. Вот заметь, а ты попробуй сейчас не моргать. Так, задание. Никто, чтобы не моргнул в течение пяти минут. Подождите. Учить все делать, но они не моргают. Оп, моргнула. С дистанции сошла. Как кто моргнул, так голову наклоняйте, чтобы я видел. С дистанции сошел. Считать некому. Не моргать. И посмотрите, что получится. А теперь я вопрос задаю. А кто это так сделал, что человек не думая, не давая команду, а все время моргает? А чем? А у него есть, говорит, такой дворник на стекле у машины. Вот так вот ходит и моет. И воду подбрызгивает. Специально такой прибор сделан. Брызгает. Вот он брызгает на самое главное стекло. И все время ходит, только дворник ходит кверху, книзу. Маленькие пылиночки садятся, он все время. А потом здесь набирается, что-то маленько убрал, тут и все. Это бог так сделал. А ночью не работает. Почему? Закрыта шторка. Брезент опущен. Ничего не надо, оказывается. Ну кто это все сделал? Мы не повреждаем глаза, не повреждаем. А прикасающийся ко мне касается зеницы ока. К вам прикасается, который говорит. Зеницы ока. Мы должны слово Божие беречь, как глаз свой. Никому не позволять. Искажать. И вкладывать другую мысль в него. Но цитирует правильно. Сатана цитирует правильно. Падший поклонись мне. И дальше он начинает, берет. На руках понесут тебя, и не притнешься камень ногой твоей. Живой помощи считает. Сатана. А люди считают живой помощи, думают, сатаны отбиться. И считают, ошибаются, пропуски делают. А сатана не делает ничего пропусков. Он профессор настоящий. И Господь ему не сказал, как считаешь. Людям это говорил. Люди никак не считают. А если считают, перетолковывают. Лгут. У православных такое сокровище толкования святых отцов и вообще не знают. Какое местописание не возьмешь, и даже священники путаются на каждом шагу. А вот кто-то, Ткачев сказал, Шаргунов, Тихон этот. Ну, позвольте. А какое отношение он имеет к тому, что святые отцы толкуют? Шестой Селинский собор, девятнадцатое правило запретило толковать по-другому. Ну и что? Значит, ты должен все знать, чтобы случайно не перетолковать. Иначе ты под запрет едешь, под красный знак. Красный светофор, огромный, больше лба нашего висит. Не толковать по-своему. А вы Новый Завет издали, вы там толкуете, вы все перетолковали. Ну, запишем. Я толкую Новый Завет, все перетолковал. Я напомогу. Напиши своей рукой. А зачем? Ну, напиши, написал. Распишись. А дальше напиши. Перед судом отвечаю за слова свои. Каким судом? Ну, перед Божьим, перед человеческим. И они будут писать, значит, уверенности у тебя нет. А я подпишусь, что ты лжец. И тебе сейчас закажу. Я не боюсь этого. Вот они нас обвиняют. Вы еретики. Патриархии обвиняют. Я их... Священники сидят, я говорю, напишите на бумаге, чтобы у меня... Документ выдайте мне, что я еретик. Я с ним пойду и буду всем говорить, что я еретик. Ну, вы уверены. Вы меня не оскорбляете, ничего. Ну, дайте мне документ, что я еретик-то. А то сказали, а другие ваши сидят, не считают. Не дают. Я говорю, если вы дадите документ, вот под этим документом я завтра вам всем могилу выкопаю. И сверху поставлю. Еретики, а я-то не еретик, вы не докажете. А во-вторых, внутри-то себя вы знали, что я еретик-то. А едете с епископами и молитесь с нами. А с еретиками молитесь уже под канун, вас извергать надо. Вы себе яму уже выкопали. И они не епископ, приезжают второй. Максим-то, не случайно с нами встречи-то не было. И с батюшкой-то. Он до конца был здесь, сказали, и все думал, что как бы какого подвоха не было провокации. Какая провокация. Что он боялся? Жену у него уведут или детей на нашу фамилию перепишут. Не жена, это епископ. Не знаю, что он боялся. Но теперь, кто только побыл, его сразу сняли. В этом же месяце. И у них теперь такое. Секретарь был у нас, который секретаря сняли. С ними знать нельзя. За них патриарх, за них президент. За нас все. Мы все подкупили на американские доллары. Телевидение работает на Лапкином. Да вы почитайте, что они говорят. Епископ только приехал. Максим, 11 лет против был. Один раз только приехал в мае, и сразу его убрали. Так он в Ельце теперь-то, там дыра против Барнаульска-то. Там мы были, все сфотографировали. Но, видимо, он боится эту дыру потерять, чтобы с нами лишний наш не встретился. А мы приехали поблагодарить его, получить благословение. 650 километров крюк сделали. Да 650 обратно. Как? Не лихо? И мы дошли до него вплотную. И видим, что они уже лукавят. Он здесь. Он, может быть, за шторки за нами смотрит. Крутили, не знают. Только знает секретарь. Утром секретарю. А секретаря нету. Ни свет, ни заря. Он уехал уже в столичный город. Ну, вы же знаете где? Староста. Староста, говорит, не знаю. А все на него ссылались. А другие? А другие, мы его сами в глаза ни разу не видели. В центральном храме, они его ни разу не видели. Ну, время-то мало прошло. Два месяца. Он два месяца еще вроде не очухался. Ну, как это так? Батюшка был. Звонит. Приехал нелец Липецкой области. Никакой встречи нет. Он сегодня, батюшка, все сказал. Вы, батюшка, верите, что он сказал? Да. Поверьте мне. У меня свидетели еще два. Самое интересное, нигде у меня этого не было. Я решился по собачьи подползти под ворота. Ребята, фотографируйте. Я пополз под ворота. Ворота повыше маленько. Я согнулся. Ну, мне это позволяет. Я достаточно моя комплекция. Разделся и туда. А Николай в это время стоял. Все он там шевелил. И вдруг она открылась, дверь сама. Ворота открылись. Ну, и тогда мы пошли. Я знаю, налево. Никто не открывает. Я по следам вижу. Туда зашли, обратно следа нету. След нашего владыки. А на правом священник, там ребятишки. Он из Барнолова взял с собой. Видимо, наказал. Успел бряхнуть. Я отсюда обоим секретарям наказывал. Вы ему позвоните епископу. Знает ли он, что мы у него были? Чтобы я не голословно говорил. Ни под каким видом ответа не дал. Был ли он там, не был. Я не спрашиваю. Знает ли ему. Я всем наказал сообщить. И приезжали люди, знакомые им. Которые расстались в хороших отношениях. Мы приехали благословиться. Ну, что тебе непонятно. Мы не повреждаем Слово Божие. Когда мы Слово Божие не повреждаем, неповрежденное изливается из наших уст. Река Гречистая вода. И шлева потекут. Реки воды живой. А у нас и шлева течет такое, что самим тошно. Такое должно быть, чтобы запах был жирительный. А не так. Урилотерапия. Опилить своей мочи. И шлева потечет. Считай, брат. Не повреждай Слово. Четвертая глава. Первое послание Коринфянам. Третий стих. Для меня очень мало, значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Толкование. Коринфяне страдали следующим недугом. Те, которые разделились между собой из-за учителей, как судьи, осмеивали и отвергали мужей благочестивых за их неученность. Напротив, людей порочных принимали к себе за их красновечие, опрометчиво произнося следующие приговоры. Такой-то лучше такого-то. Этот ниже его. Тот превосходнее этого. А этот того. Итак, когда Павел сказал, что от домостроителей требуется, чтобы, цитирую, каждый оказался верным, и этим, казалось бы, дал им повод судить о жизни каждого из них, отчего произошли бы еще большие неустройства, то для предупреждения сего зла удерживает Коринфян отсюда и говорит, «Для меня очень мало значит». Как бы так, говорит, подлежать вашему суду я почитаю бесчестием для себя. Потом, чтобы не оскорбить их и не показать к ним презрение присобокупил. Или как судят другие люди. Никто, впрочем, да не обвиняет Павла в безрассудстве, ибо это говорит он не о себе собственного. Собственно, его никто не судил. Но, чтобы других не судили, он принимает на себя это. И тем совершает, что нужно. В самом начале, библейский текст, прочитай еще раз. Еще раз, третий стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Вы понимаете, сколько в этих словах. Я лично знаю близких мне людей, которые вот такие слоновьи уши, у слона-то висят на полтела. Кто что скажет от них? Даже вы тут от меня еще уберись, а про них еще там говорю или нет. Говорю, не сужу даже. Я же не прибавляю ничего. Ну, прямо умирают. Ну, теперь начал писать, теперь весь интернет все будет знать. Кстати, что ты умираешь-то? Как Захария спрашивал там один инок, он скупейку содрал, потоптался на ней. Вот так говорит, растопчи свое яд, а там у тебя будет христианство. Что сказали, как сказали, да нам обидно, конечно. Мы от трассы, от основной, на Владивосток. 150, допустим, в один конец в Благовещенку, к примеру говорю. А там нас не приняли. Мы нежданые, незваные, непрошеные. И нам теперь 150 снова гнать машину с грузом, а ничего мы не ставили там. Нас никто не ждал. Вот тут уже мысли появляются. А почему? Оказывается, там они договорились, вопреки закону, конституции, что цензором поставили попа. Да где он книги-то? 38 книг. Он даже пролистать их не успеет. Но вы поживите, пока он проверит. Даже дураками нельзя назвать. Чтобы проверить мои книги, 12 лет всей патриархии не хватило. Всей патриархии. Со всеми епископами, со всеми цензорами, со всеми референтами. Понимаешь как? Мы мало что значит, как о нас сказали. Кто попробовал на епископослову скажу, сразу сметут. Намек на Сталина сказали, только человек исчезал вместе со всем родством своим. Много это значит. Как обо мне судите вы? А почему? Разницы никакой нет. Он неправду говорит. Если я работаю на общество для людей, я должен это опровергнуть. Доказать. Сейчас Олег Стеняев сказал раскол. Я показываю, не раскол. Вот Никон ввел новую реформу. Проснулся Авакум. А совсем по-другому. Кто раскол-то ввел? Никон или Авакум? Авакум-то стоял на прежних позициях. Он ничего не изменял. Вводит-то кто? Тот делает попытку-то к расколу. Так и получилось. Ну тогда два варианта играй хотя бы. Вчерашний оставь в силе. Но сделай сегодня. Кому надо, тот примут. Нет, чтобы все строим. Все одинаково. И все включали Хайль. По-другому никак. Но у Гитлера тоже вариант был. Он в Атаку приехал. Гитлер никогда руку не выкидал. А он Атаку. Зиг Хайль. Да здравствует победа. Вот можно было. Кого никогда вы не увидите там. Это только на параде людям показать где-то. Даже он дает вариант какой-то. Вариант. Здесь никакого варианта. Два. Или так. Я все вспоминаю. У Надежды Васильевны. Нина. Ее внущатя там стоит. И кто-то перед ним стоит. А она в окно смотрит. Нина-то. А он вот так что-то спросил. И он вот так вот ей показывает. Во. Что это такое? Она в окно ему. Сашка. Что ты делаешь? Мгновенно пальцы перекинул. Хоть в епископу старообрещенского. Пожалуйста. Новый кормили. Прям мгновенно. Вот так вот. И сразу раз. И все. Баба. Да крест лежа знамя. Ты что запрещаешь? Баба думает. Как же так быстро-то при том? Значит. Многое значит. Как она судит? Павел говорит. Мало. Не сказал. Что ничего не значит. Мало. Оно имеет. Кольнет. Неприятно. Я думаю. Я к нему со всем уважением. Я об отце Олеге постоянно отзывался. Несмотря ни на что. Его там какие-то отклонения. Что он лучший из всех миссионеров. И он вот такой огородит. И кому-то. К нам приезжает Валя. Ее дочери. С ней устроил переписку. И мне в интернете все это на меня и напоролись. И откуда вы это взяли? И фотографию я там взял. Валя меня сегодня спрашивает. А муж это моего пьяного где вы взяли? Где я поставил? И он. Мне дают все это. Вот зайдите на мой форум. И посмотрите. Там сейчас с Куратовским. С Виктором и Перепиской. И пение. Разное пение. И там где-то баптистский хор поет. Великий Бог кажется. Слов почти нету. Бог велик. Бог велик. И хор стоит. Хор я не знаю. Но больше ста человек. Отдельно одеты по форме. Ну конечно все до одной без платка. По-мерзки. Ребята в галстуках. Этого они не понимают. Но слова поют хорошие. И отдельно. Потом мальчики отдельно поют. Мальчики стоят за ними. Дальше мальчики на возвышении. Там лет может 14. Резко меняется. И там дирижер. Ну а потом показывает зал. Там бесконечно сколько. Я говорю. Да. Это Скуратовский мне подкинул. Посмотрите. Какое пение и хорошее. Я говорю хорошее. Но для нас. Они не церковные люди. У них нет священства. Нет литургии. И нет таинства. А нет таинства. Это ересь. Самая настоящая ересь. Они повреждают Слово Божие. Они не имеют рукоположного пастырства. Но они хорошие. Они хорошие по-человечески. А по-божески они противники и враги Слова Божия. У них от церкви вообще понятия нет и никогда не проповедуют. Они просто обошли их как у православных. Опходимся без Библии. Мощи и иконы. Зачем нам Библия-то? Вот каждого враг на чем-то поймал и крутит на одном месте. Ну поют, пришли, попели. Здорово. Одинаковую одежду шили. Прекрасно. Но вы не в церкви. Как не в церкви? Да мы же Христа признаем. Этого недостаточно. Нужно иметь церковь Христова, а не ту, которую баптисты создали 250 лет назад. Вот это вся разница. А Христова церковь без священства не было никогда. Самая правильная позиция была у последователей Аввакума. 180 лет без священников были. По всему миру ездили и нашли наконец митрополита Амбросия. Получили от него рукоположенных два епископа. Приехали и всех рукоположили. Вот сейчас это белокривистская иерархия. Это единственный верный путь. Второй путь был Деглопоповцы. Священников нет. Ну и не надо. Мы эту церковь признаем. Пошиперик прищастились и опять работаем. Там не дадут работать. А прищастить он не запретит. Я всегда... И дети там видно, что прищащались. То есть они пытаются что-то сделать с нами. Местный епископ-то даже и указ издал уже на батюшке. Пробный камень бросили. Шаркальство катнули. Ничего нет. Они сразу попятились. Я снова делаю заброс. Вот сейчас день общины когда будет. Они не знают, что такое община. Я скажу, как говорит патриарх Кирилл. Вы придете и будете учиться. У ног Христа. Параллельные места на первое послание Коринфянам 4 глава 3 стих. Еще раз его зачитаю. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Параллельное место. Первое послание Коринфянам 2.15. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. О, так вы себя духовным считаете. А зачем считать? Я духовно рассуждаю. Одна вот. Я в друзьях была у Лапкина. А так стали говорить. Там великих. Я его из друзей вычеркнула. Вычеркнула. А на душе что-то так нехорошо стало сразу. И все это пишет. Как есть. А другие. А вот он отвязал ладью свою. Ни одного евангельского слова нет. Ты конкретно покажи. Где я рассуждаю неправильно. Дал свое толкование. Или отвергал церковное тавио. Ничего никто. А что зависть. Зависть сжирает человека. Он теряет все. И теряет внутри себя. Вот возьми кто болеет у нас больше всего. Посмотрите. Больные люди. Постоянно жалуются. На что? У них нет мира. В душе. Мира нет в семье. С детьми у них там неладное все время. Даже дети не верующие. Но ты сказал. И дальше успокойся. Сейчас закончилась. Ельский, кажется, университет в Америке. Долго шли исследования. Ну, в процентном отношении. Люди, которые не имеют спокойствия в семье. Там с дочерьми. Там со всеми спорят. И у них неправильно работают желчные пузыри. Неправильно работают селезенки. И дальше перечисляют. То есть полный развал. И они все из больницы не вылазят. Вот и все. Врачи проверяют все анализы. Современная диагностика. Ничего нет. Это духовный уровень. И когда я говорю, что я ни одной таблетки не съел и не болею. Это означает, что у меня все время внутри царский сад. Рай. Вот они нападают на меня. Володя только знает. Я сижу маленько. А Володя опять. У тебя что такое смешное? Да я вам показываю. Смотрим, что меня обвиняется. Это означает, что Бог меня скрыл. Настоящего меня никто не видит. Они книг не считают. А придумают друг от друга. А я слыхал, это еговистский жид. Еговистский. Он даже не знает, как сказать слово Егова. Егова. Еговистский жид. Он обругал меня. Ну, слово жид я перевожу, как еврей. Потому что я не скарин, у меня ничего нет. А еговистский, то это правильно. Я признаю Бога Егову. Так меня не оскорбили, а похвалили. Знаете как? Вот что вы не сказали. Я в этом найду похвалу для себя. И поблагодарю за этих людей Бога. Господи. И им открою истину. Он другой смысл закладывал. Но я его перевел. Вот у меня один тут есть человек, не расположен. А его книги никто не берет. Поэтому он даром отдает то другое. Я говорю, ты можешь написать на бумаге и расписаться. Потому что я дальше-то буду рассуждать. А он зачем? Ну, твои слова. Я их на Магдакон-то записал. Выставлю теперь я их. Я принял их. Это действительно так? Люди не принимают. Зовут на брачный пир. А они голову разбили. Никто не пришел. Будут другие. Но теперь посмотри. Вы не берете. Вот в Библии привозили машинами, кораблями гнали в начале перестройки. На стадионах, на свалках. Там пакетами валялись в Библии. Но как будто и достались. Это ничего не говорит. Я делаю такое сравнение. Вот бывает вода или львы где-то. И такая тумба, на которую не залезли. И там твой сын сидит. А ты за оградой. Но до него он умрет. Ему надо продержаться дня два-три. Ему нужно бросать туда хлеб. Ты сколько будешь бросать, чтобы попал ему? Хоть сколько. Лишь бы хоть один батон попал ему. А вокруг львы к нему нельзя подойти. Разделить львов. В духовном плане так же. Никто не берет. Почему? Слишком не то. Вот. Гарри Поттера будут брать. Джанетана это. А она миллиардершая сделалась на этом. В очередь стоят люди. Другому давят. Это о другом. О душе. А кому надо, вот они заплатили деньги. Вот сегодня повезли которые. Он же священник перевел. 20 тысяч 100 рублей. Еще накину сверху, что это пересылка была. Он даже разговаривать не стоит. Никакого разговора нет. Это в полтора раза меньше цены, которая настоящая их цена. Так теперь оцени мой подвиг. Я выискиваю лучший способ эти книги пристроить. Чтобы они были читаемы. Они имеют возрождающие действия. Я добираю команду. Я об этом молюсь. Покупаю машину. Плачу за весь выпуск. Вот это вот я заплатил наличными. Наличными. И еду на край света и дарю. Это приводит буквально в шок людей. Это к нам. Это все нам даром. Они не могут никак поверить. И в интернет это все выставляют. Как Чувашская, там Щебоксары и прочее благодарят. У нас поступили такие книги. Это вот такой-то человек. Вот тот. И даже сколько страниц в книге. Все это подробно. Все это в интернете стоит. Теперь пойми. Ну не берет никто. Ты картошку вырастил, мясо, свинину. Никто не берет. Что будешь? Ну, перепроизводство. В шахту сливают молоко, свиньи, мяда выкинут журавлям. Говорят с этим кашунем. Я еду. Ты теперь оцени. Я не просто остановился, дальше нельзя делать еще. И я понял. Люди, которые не берут, они недостойные. Бог найдет достойных. Вот в одном месте отдавали. И оказались тут же люди. Я только перед ними выступил. А она говорит, я еще их не оприходовал о книге. Каждый подмышку себе, я тебе скажу, потом запишешь. Книги уже разобраны. Уже потащили. А в другом месте говорит, воруют. Если воруют книги, значит, они нужны. В ворота, говорит, в дверях встречают. Его задержат. И говорят, три стоимости цены за нее. Я заплачу пять. Книга моя. Все. Это не моя оценка. На то, что знаю, что не берут. И я еду. Так это наоборот удивительно. Один говорит, какие стихи глубокие. Так это не мои. Это мысли из Библии. Там же написано, что я только знал, где поставить. Так это вы знали. Так тогда еще умнее, говорит. Вот и все. Люди рассуждают несколько иначе, чем мы думаем. Считай. Мне не все равно, как обо мне судят люди. Я присыплюсь к этим словам и начинаю. Ну, ни обиды, ни горе, все. У меня нормальный аппетит после этого. Не болею. Сейчас вот я спрашиваю. Кто видел журнал Фома? Так, видел. Хороший журнал? Очень красочный. Православный журнал. Православный. И отовсюду. Там есть журнал «Славянка» еще. А это Фома. И вот сейчас я только пришел, интернет включил. И там заместитель главного редактора на меня вышел. Просит сотрудничать. Выставляет свое. Вчера еще один портал новый образовали. Этот портал тоже вышел на меня и показывает, что там интервью берут у отца Андрея, у Сюжанина, воскресшей Клавдии. Я сразу сдал и дал татар сбор. Я не из той когорты. Мне это не надо. Я не иудея, чудес не требую. Мне верено благовествовать о Христе. Если я вам такой нужен, вот вам мои все данные. На вопросы отдельно могу ответить. И точно так сейчас пойду и этому отвечать буду. Сидит мужчина с обидной, с бородой, борода не порчена, кажется без галстука. Я уже сразу прямо расположился к нему. Но! Я ему дорого. А ему я ничего не могу сказать. Ничего у него там нету. Это просто журнал хороший. Но я ему должен сказать, кто я? Ты ошибешься. А потом очаровался, да разочаровался. Я ни в ком не разочаровываюсь. Почему? Я сразу выступил, какой есть. Я гляжу, он попятился, а не наш человек. А мы вас нашли. Это как раз для нас. Там из находки города, где мы были. Я тут же материал даю. Такое самое, то, что не принимает со мной. Все, заглох, нигде больше нет. Один дайте фотографии. Я такие ролики сделаю. Виктор Пушкин. Думаю, что Пушкин на меня вышел. Я ему все данные скачал. Он ждал. По сегодняшний день нигде нету. Одни фотографии хватило ему, чтобы понять, что попал не в тот огород. А я потерял, потерял. А сожалеешь? А что сожалеть-то? Они в близком кругу у меня и не были, но я не полукавил. Мне радостно. Я их полюбил, не хотел потерять, но ради Христа не уступил. И тогда на душе у тебя радостно. Господи, я оказался верным. Господь подтверждает. Да, тебе на совести как? Я говорю, легко. Я им все материалы выложил сразу. Научитесь жить красиво, интересно, безболезненно. Пошел. Еще один параллельный стих. Первое послание к Арифинам. 3.13 Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 1 Царство 16.7 Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И Евангелие Таана 7.24 Не судите по наружности, но судите судом праведным. Итак, продолжим дальше. Первое послание к Арифинам. 4 глава, 4 стих. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Толкование. Не надо меня фотографировать, не надо. Таня, у нас здесь никто не закрывается. Ну все, ну не закрывайтесь, меня не надо. Я буду закрываться. Скажет, какой-то новый тип плотка в Барнове забрызнулся. Пусть говорят. Женщина, платье разорвалось сзади. А другие подумали модно, давай рвать себе разрезом. Не подумайте, будто я отвергаю ваш суд из презрения к вам или ко всем прочим. Я и себя почитаю неспособным к такому точному исследованию. Не знаю за собой никакого греха, потому что не могу верно и точно судить. Но тем не оправдываюсь. То есть я не чист от греха. Может быть я и согрешил в чем-нибудь. Но сам не знаю об этом. Один Господь может судить точно и безошибочно. Заключай отсюда, сколь точен и обстоятелен суд будущий. Какие-нибудь мысли, вопросы, слова, замечания? Я какими-нибудь и опрекаю. Отплекаю только. Ну тогда, раз у кого-нибудь, что нет, будем продолжать фотосессию. Готовы слушать-то или отвлекает? Надежда сильно отвлекает нас. Она рассуждает, она сейчас нам ставит новую мизюю. Говорит. Апостол Павел говорит, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь судьи. Я же мне Господь. Об осуждении, какие мысли-то есть. Знаете, Тихонич, будем осуждать за его вот такую вот слова, которая утворяет-то или нет? Конечно. Вот. А жена уже осудила. Нет, не жена. Не должна. Не должна. Не должна. Не должна. Жене молчать нужно и все. Все, все. В первом послании, первая глава, седьмой стих. Первая Петра, первая глава, седьмой стих. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота похвале, и к похвале, и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. И так, сюда. Продолжим. Первое послание к корейстам, четвертая глава, пятый стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Толкование. Видишь ли, что Павел, запрещая коринфянам судить других, выступает не за себя. Он всегда переносит на свое лицо то, что касается других. И в своем лице поучает тому, чему намеревается научить. Ныне, говорит, сокрытые дурные дела. Они, разумеется, подвержением скрытое во мраке. И человек нечестивый и развратный часто кажется добродетельным. Но когда, но тогда Бог откроет все. Обнаружит и самые намерения сердечные. Иной, например, превозносит здесь кого-либо похвалами. Доброе дело, но его намерение может быть дурно. Может быть он хвалит не с доброй целью. Другой, напротив, обличает здесь кого-то, но не с тем, чтобы исправить, а с тем, чтобы обнаружить слабости ближнего. Но все подобные намерения сердца тогда будут открыты. Следовало бы сказать, или наказание, или похвала. Но апостол обратил речь к лучшей стороне. Когда начинаете занятие, первым делом называем место писания. Я сейчас подумал, нам же это как раз и сгодится, насчитывает. По порядку идти-то. А мы сейчас гоним и гоним, с Володи насчитывает он, а я делаю комментарии новые. Ну, представь, уже 48 роликов создали. Начинают потерять. Полностью Матфея закончили. Это будет выставлено в интернет. Но я даю пространные комментарии. И здесь не судить никак. Слово никак есть тут? Посмотри. Да, спасибо. Вот что оно означает? Никак. Когда Лот погнался за Яковом, то Господь ночью ему явился и сказал, не говори ему ни худого, ни хорошего. Почему? Не Лот, Лаван. Не Лот же это погнался-то. А, не Лот, Лаван. Правильно. Лаван-то погнался. Его тесть. Почему ему сказано было ни хорошего, ни плохого не говорить-то? Ну, я пришел поблагодарить тебя, Яков. Хороший ты зять у меня был. И дети послушные у тебя, и овцы у меня плодились при тебе. Ну, Родина тебя влечет, ты пошел. Даже этих слов нельзя было говорить. Ни хорошего, ни худого. Я знаю людей, которым говорю, ты молчи. Ты начинаешь говорить, я знаю, что сейчас у тебя за хорошими словами, у тебя плохие полезут. А человек не духовно, он не понимает. Я вижу, как уже там план выстроил, сатана у меня, она говорит, хорошая. Дальше сейчас она нейтральная, говорит, а дальше уже нападками. Поэтому отрежь, не говори ничего. Не надо. Не судите никак. Не решайте. Канонизировать или не канонизировать. Канонизации здесь крест поставлен. Не судите никак. А этот святой, Матронушка святая, и она у нее была, там толпится такая очередь. Люди приходят. Язычники. Самое натуральное, неприкрытое идолопоклонство. Во-первых, никакого повеления нет. Дальше Бог говорит, слава моей, никому не дам. И третье, она что может сделать, она мертвая. А ко мне приходите на могилку, она сказала, там песочек возьмешь. Но они пишут рассказы. А вот указывают за этим Якоб Ивановичем. Да, Якоб Иванович, что он у них прозорливый, к нему отовсюду едут. Ухаживать некому, из-под него течет. И там люди берут песочек этот, и теперь этим песочком исцеляются. Ну, им освящено. Но когда этого не хватает, да кто ухаживает, там подмачивает, все равно растащат. Это смеются. Натуральное, вопрунзе. Ну, а вас сторожа наняли. А он, не знаете еще, ворота закрыты, стучат. Он подошел, а оградка, видать, все. Женщина пришла. А у вас тут вшей где продают? Она говорит, каких вшей? Он не понял. Ну, вшей обыкновенная, нательная вши. Тут никто их не продает. Да как сказали здесь у вас? Муж меня покинул, ему сказали, две вши если посадить, хоть одна укусит, и он обязательно к тебе вернется. И они этим вшей, я говорю, и почем там, это недорого, 15 или 20 рублей. А старыми деньгами, это были деньги где-то. И вшей, пришла покупать вшей, в храм, в собор. Ну, почему баптистам-то не идут вшей покупать? Пьяный лежит, с тротуара ноги смешал, а тот не видел, прям по ногам ему проехал. Ну, ноги-то раздробили, там, с грязью смешали, ему их отрезали. Это национальный герой, ему подают все, он не где-то из урода, он возле храма. Сатана ненавидел, он пьяный, он и не понял, кто ему отдавил. Это православие наше. Не судите, говорит, никак. Ну, вывод-то мы делаем, мы просто вывод делаем. Люди, будьте внимательны, Господь приводил, подражайте, смотрите, башня Селамская упала, не зря, а не покайтесь, так же погибнете. Не судите никак, да коты же судишь. Как сужу? Я привожу факты, этого делать нельзя. Как я сужу? Если бы сказал, что они погибшие, покаяния нет, я наоборот говорю, надо молиться, и они могут покаяться. Суждение в том смысле осудил, да не дожидаясь суда Божией. Не дожидаясь суда Божией, уже их в рай подняли. Канонизировано, то я видел, он в раю, он там был, но кто видел сон, рассказывай, как сон. А у кого слово мое, то рассказывай, как слово мое. Вот так. Для женщины главное качество это молчание, смирение. Каждое, каждой женщине. А вот она молчать не может, и фотографию показывает сразу, значит, она его сцепилась прямо в волосы, бороды-то нет, а он ее за волосы, а она как тигра его там. Вот какой у них обед теперь будет, как работают внутренние органы. И это все, ну может быть это артисты показывают, фотография. Женщины такие есть, что голову отрубит и даже ни глазом не моргнет, оттяпает. Вот какой, не суди никак, это значит ты не должен жить. Когда человека казнят, означает, что мирская власть исчерпала весь арсенал наказаний, и ничего не может сделать. Отправляем на суд Божий. На суд Божий, то есть телом ты не отправишь, одна душа по этому душу, отрубаем ее, она вылетает, вытряхивает. Казнь означает, мы отправляем на суд Божий. Здесь мы с ним поправиться не могли. Вот что означает эти реи, на которых вешают. Не судите никак. Параллельные места к этому стиху. Второе послание Коринфянам, 5-10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живо в теле, доброе или худое. Еще ты, да, смотришь там, твой. Еще. Эклистиаст, 11, 9. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушай сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего. И поведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Вы откуда берете эти слова-то сюда? Почему они попали после этого? Считаешь-то ты почему? Это параллельные места, которые... Параллельные все не надо считать. Вы только те, которые указывают, и хотя бы одно. Вы сильно растягиваете. Иногда параллельные места совершенно не о том говорят. Я думаю, откуда они это надо берут? Кто это, не Ветер Андреевич печатал? Да. Ну это Бог воздаст ему добро, из-за его реления. Ну а вы берите, считайте, что есть, вот допустим, пособие по изучению Евангелия от Марка. Считать те места, которые указывают. А параллельные, и на иное место параллельные до 100 мест в Библии. И все считать-то никогда с места не... Они не о том говорят даже. Параллельные, то есть намеком, что... Ну так же было, так же уходили. Считали. Тогда продолжим. Конечно. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Толкование. Это, то есть то, что выше сказано было о распрях, и следующее затем об осуждении других, я, говорит, приложил к себе и Аполлосу, чтобы вы от нас научились не умствовать больше того, что написано. Описание учит нас не превозноситься, когда говорит. Кто хочет быть первым, будь из всех последним. Марка, 9, 35. И так же. Кто унижает себя, тот возвысится. Матфея, 23, 12. Весьма много есть в нем и других подобных наставлений. А о том, чтобы мы не судили других, говорится так. Матфея, 7, 1. Не судите, да не судимы будете. Выступает отец Андрей Кураев, ну, напротив Лолита, там другие, там, которые артистки. И вот она, то есть так, корпоральное оплодоварение, чужое потом подсаживает, там женщины выносят, и, ну, церковь вынесла свое решение. Этого делать нельзя, нету и нету. И она на него, и тут же они вызываются к барьеру. Это специально там студия, глом. И вот они идут с двух сторон, и она говорит. Но он ей сначала выразил признательность. В студии была молодая девушка, ну, девушка, женщина молодая. Слово девушка относится к девственнице. У них даже эти танцовщицы в храме называются девушками. Вот. И все советуют ей сделать аборт. Мужа нет и куда. А эта женщина-то, Лолита-то, она сказала, не делай этого. Ты потом будешь жалеть, а вырастет, это все забудется. И теперь стоит рядом дочка большая, уже все, и Андрей Кураев вот так поклонился, вот за одно это я вас уже просто уважаю и благодарю. А дальше это наше разногласие. Ну, как так? Вот она одна женщина, она не может, она другой верующий так не рассуждает. Это божий промысел. У тебя нет никого. Будь довольна. Авраам славил Бога, когда был Исаак, Измаил, и когда не было ни Исаака, ни Измаила, в равной степени. Андрей ей давит на священное писание, а она никаких. Ну, что тут особенного? Ну, разве это плохо? Душа это перед Богом? А он дальше показывает, что, во-первых, это вопреки природе. Бог это не устанавливал. Ты не знаешь от кого. Ну, это от законного мужа. Это один вопрос. А бывает то, ну, ты не в блуд пал, а теперь оплодотворили от чужого мужика. Что меняется-то? Просто, вот как-то рассуждения-то какие-то. Духовного ничего нету. Как-то написали о ней, говорят, у одного там лорда, перра в Англии. Ну, очень-очень знатный человек там, князь и проще все звания у него. Приходит врач и так, маленькая смущенная, говорит, знаете, говорит, жена не беременная. Поэтому так. Он что? Опять эти беспорядочные движения делать. То есть он на таком уровне рассматривает, не удовольствия, ничего нету, а просто на уровне физиологии. Христианину-то это положено так смотреть-то. Ты смотри за этим. Говорит, не дали детей, они неизвестно какие будут, может быть, они будут изверги, может, больные будут. Считай, 5 октября, житие святого Фомы. Прямо об этом говорится. Ну, не надо наставить, дай, 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 дай. Не дал Бог. Благодарю, улыбнись и скажи, Господи, не знаю, чего просил. Вы не знаете, чего хотите. Хотите. Нужно просто довериться. Одному дает, он его убивает. А вот у меня ребенок, вот почему он такой непослушный, а отец Дмитрий Смирнов говорит по телефону, это за круглым столом, или как называют, по часам. Скажите, а вы какие-нибудь предохранительные меры делали, чтобы зачатия не было? Ну, это, когда начало нукать, вот это, он тогда прямо, я конкретно спрашиваю у вас. Ну, хотели заметить, ну, как-то неудобно говорить. Я спрашиваю, вы мне вопрос задали, я хочу его ответить правильно. Ну, я не делал, ну, муж. Действительно, презервативом закрывается муж. Так вот, когда Бог хотел вам дать какого ребенка, то вы его не допустили. А теперь сами, которые захотели, вот теперь и получите его. А в интернете пишут, как умно ответил, а то скоро Товский. Действительно так. Сколько погибло в абортах гениев, сколько исследователей, святых, которые могли родиться. Нет, мы не знаем. Ну, не ропщи, по крайней мере, теперь. Входы все разорваны, ограда разрушена, а теперь не рожаются. Ну, не рожаются и благодаря за это, что не рожаются. Благодари. Ты не знаешь, кем бы был он. Ты не знаешь. Интересно? Считай. И не превозносились один перед другим. Это говорит народу разнообразие по учению и устремляя речь иногда на учеников, а иногда на учителей, начальников. Так и теперь поступает. Ибо коринфяне гордились один перед другим учителями своими. Именно. Ученик одного учителя превозносился предучеником другого, потому что предпочитал своего учителя другому. И хорошо назвал такое поведение надмением, опухолью, как бы желваком и опухолью, взяв сравнение от тела надутого испорченными соками или воздухом. Людям нужно всю правду говорить. Церковь прославляет. Русские люди хорошо относятся к Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он достоин того. Но кто говорит, что он умер-то не православным? Почему не говорят об этом? Женился, она перетащила его к себе, там, литеранец, что ли, был протестант какой-то. Почему не говорят? Князь, царь Константин, вот такой-то, там, равноапостольный. Во-первых, неравноапостольный, там ни одного шага апостольского нет. А во-вторых, до самой смерти был некрещеный, то есть язычник, ну, крещение. В крещении христианином делается. Это и Владимир Анетовн Василий. И третье, перед самой смертью, вызывает епископа неправославного, еретика, и у него крестится. Ну, какой равноапостольный-то? Да я не знаю, церковь приняла святой. Ну, ладно, святой, но почему прячете это за все? А теперь, когда вся история-то приоткрылась, спрашивает священников, да так было, да так. Ну, а почему же скрываете от народа-то? Ну, прямо так и скажите. Почему фотографии Ленина, когда он в коляске сидит, глаза вытаращил, там, сифилитик, ну, подыхает уже это чудовище-то. Почему-то она не показывает ни одной фотографии его. А сегодня, когда показывают, и в это время он еще смертный приказ, потому что еще тысячи священников были казнены. На него смотреть страшно. Видели, когда он сидит, вылупленные глаза, ну, это и идиот. В доме сумасшедших на нижнем этаже живет, в подвале. Большего страшилища русская земля не порождала. Отец Дмитрий Смирнов выступает в московском храме, везде и говорит где-то. Его хоронить нельзя на земле, куда-то где-то в космос, пепел его только развеять, и все. Жестокость его не имела предела никакого. Он не понимал даже ни жизни. Когда я разговариваю с коммунистами, вы это знали или нет? Скажи, за что Царевина расстреляли? Они не претенденты на стол. Мальчишке год оставалось жить, за что его расстреляли? Да и Царя-то за что расстреляли? А Царица какое отношение имеет? Немка. Ее звали, отдали бы, чтобы не отдали. Одним розчерком. В театре сидел и поступило телеграмм. Ленин из себя в театре отдал указ-то. Зашел за кулисы и сказал, расстреляйте. Вот и все. И поклоняются этому чучелу, этому трупу. И везде стоит, и в городе все оскверняет, и проспекты его. Об этом говорят, выступают сегодня. Земля русская не освободится от этого чудовища. Ничего не будет, ни рожать не будет, ни мира не будет, ничего. Мы все заражены бациллой этого чудовища. Но она тебя как влияет? На меня никак. И проспект Ленина я московским не называю. Проспект Ленин мне ничего это не говорит. Фамилия не его. Фамилия чужая, выбрана. Дворянина одного там тоже под его именом писался. Надо просто определить себя. Я знаю это чудовище, но дальше ничего не иду. Я его не проклинаю, ничего. Я знаю, Россия заслужила именно такого. И Бог нашел бы еще хуже, но не нашел. И поэтому его поставил, чтобы навел порядок. Порядок какой? Разрушил всю церковь, монастырь и прочее. А разве это порядок? Порядок. Цензуры церковной уже не стало. Священники перестали надмиваться. Люди стали искать Бога. Тайно молиться. Настоящие верующие. Видишь, как из той стороны смотреть. А просто убил 100 миллионов, проглотил от чудовища, как Сталин. Это один вопрос. Они ни в чем не повинны, эти люди были. Ах, вот тут ошибаетесь. Ни в чем. Не повинны в том, в чем его обвиняли. А в остальном он был повинен. Любого, кого расстреляли. Вот этот памятник репрессированный. Я был на открытии его. Ну вот, около старого базара стоит мальчик. Обнял отца, у него руки связаны. Ну, видно, мужчина молодой. Ну, лет там 30-35, может быть. Все, он больше никогда не видит, расстреляет. Так он ничего не сделал. Не сделал. Но он приветствовал эволюцию. Он приветствовал расстрел царя. Ломали храмы, иконы жгли. Он приветствовал, он участвовал в этом. Комсомоль. А теперь вся Ленинская гвардия пошла под меч. Да я был с Лениным, вот как раз мы тебя искали. Его к стенке потащили. Один такой, когда попал, сидел там долго, да и вдруг вот эта репрессия. Сталин, когда начал туда толкать-то. И я, говорит, тогда сказал, все, дождался я вас здесь. Сколько лет сидел, уже лет 10, и вас все не было. Один с братишкой своим, говорит, остались. Разговаривать нельзя. Под окнами подслушивают, подходит. Ну, мы, говорит, уехали, это в Ташкент. Гляжу, ночью там у котла какого-то, какая-то шпана подошел. А вы кто будете? Кто? Воры. Возьмите моего братишку, пристройте где-нибудь, с голоду помирает. Воры, нанимайте, надо было-то. Ну, а сам вступил в армию. Но в армию-то уж старался за всех сил. Комсомолец, передовой, пулеметчик. Однажды командир счастья вызывает. Так. Назар объявился, командир пыльмета в расчет, он как ударил по столу лукой. Контр! А ты же кулацкий сын! Я, говорит, так и обомлел, узнали. Ну, кулацкий сын, отца уже убили. Я-то ни при чем. Я совсем маленький был, когда распалачили. Не то время. Тебя к стенке надо было. Вон отсюда. Ни пособия не дали, ничего. Он оказался на улице один. Ни поесть, ничего нету. Ни одежи, как-то рвань на нем. И дальше, как он пробирается, наконец, все-таки его арестовывает. И он сидит. И вдруг из той местности попадает один туда. И говорит, командир, счастье-то, который тебя вынул, арестовали? Его расстреляли? Я, говорит, тогда впервые широко перекрестился. Есть ты Бог! Долго терпишь, да крепко бьешь. Есть Бог! Вот и все. И репрессия сталинская. Вот эти, когда разные промышленные процессы шли. И военные, Тухачевские, все это было от Бога. От Бога попущено. Они надмивались, травили людей, как Тухачевские. Газом травили в Тамбовщину. Все это описано, сегодня открыто все говорят. И поэтому, никогда ты не суди, ты не знаешь суда Божия. Совершился праведный суд Божий. А вот священник, его убили, нашли в багажнике. Батюшка говорит, упокоил в обителях небесных, мы ничего не знаем. Ни положительного, ни отрицательного. Совершенное преступление страшное. А уж Бог разберется. Мы не знаем. А вот бандиты, для этого они и поставлены бандиты, чтобы что-то это сделать. Или прославить человека, или на место поставить. Или впереди у него было такое, что он не выдержал бы испытания. А так ударили, голову снесли, и ножек нету. Как этот фильм «Поп». Мы аварию построили, бензин течет, он тоже спичку, все сгорел в машине. Видели фильм «Поп»? Так и называется. Никто не видел? Нет, не видел. Видела? Нет, не видел. Так и называется «Поп». Диски-то у нас. Диски-то. Посмотрите. Смотрите, зайдите в фильм «Поп». В YouTube зайдите. Вы нам диск давали. А? Вы нам давали диск. Да, давали. Ну, да. Ну, дальше. Так, доскакивай. До часу? Да, все. Пять минуты. Еще пять минут. Седьмой стих. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Толкование опять устремляет речь на учителей и говорит. Кто тебя отличил или признал достойным похвалы? Человек. Но суждение человеческое обманчиво. Пусть у тебя и есть что-нибудь достойное похвалы, но это не тебе принадлежит. А тому, кто дал. И ты получишь это, а не сам совершил. Если же ты получил то, чем превозносишься, как будто не получил, но приобрел это собственными трудами. Кто получил, тому не должно превозноситься тем, что он получил, ибо это чужое. Вот такое хвалишься надо у Господа, но что-то дал Господь, а не себе мой талант, я сумел, то другое. Бог дал от тебя и к тебе. Я это отправляю. Это Бог дал? Да. Кисто-рукопонимал. Да, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 27 стих. Иоанн сказал в ответ. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Аминь. Это тоже спорный постулак такой. Никто не может принимать. Да все еретики идут, все на себя принимают. Да в мире сколько разных учений. А это означает, не попущено Богом, он бы не был таким. Он бы не добрался до власти, его бы на пути еще убили, убрали. И картина меняется сразу. Это убили одного руководителя, но и сразу все изменилось. Надо просто понимать, что это Бог. Бог допускает, ну и ты прими и благодари Бога. Вот какая власть не была, а с голоду мы не умерли. Представь, когда валит войну, вот у нас отец. Можно такому-то под как-то льготу взять. Никакой. Все, план забирают и все. План. Десять ребятишек. Представь себе. И забирают все в план. Да это же не то государство не поверит. Это неужели? Как это можно так? Ну вот так. Вчера я в ислам право-христианства поставил тему одну. Выступает один, беседует с Дмитрием Смирновым. Ну какой-то татарин, файзулатом, и видимо имам, епископ по их сказать. Вот зайдите, посмотрите. Речь этого мулы намного чище и лучше, чем у Дмитрия Смирнова. Настолько четкое и ясное в нем мышление татарин, мусульманин. Там как шапка зеленая, как чалман одета. И он такие данные приводит. Их редко кто знает. Когда было, когда разные там эмиссары из других стран были. Турция, когда готовилась напасть на Россию. Их эмиссары тут среди татар трудились, чтобы Россию в спину ударили татары. А татар-то это же много. И он все это рассказывает. Мы не пошли на это. Наоборот, сражались с Россией вместе. Наша содружество с Россией кровью скреплено. Перед войной с Японией японские эмиссары приезжали, трудились, чтобы татары посредине ударили в спину. Мы не пошли. Наши там умирали, трудились. И все показывает. И как сейчас разное приезжает. Как толкует Коран. Там написано, что одну муку изменяет. И победишь. Коран побеждает меч. То есть Коран заставляет меч свой сложить. А которые приходят сегодня и говорят, что ты веришь, что Коран это Аллах дал, это от Бога. А если скажет нет, то сразу убьют. Да, от Бога. Тогда открывает ему, читает. Смотри, Коран побеждает мечом. Не меч, а мечом. Это же большая разница. Тут Коран выше, что побеждает меч. А тут Коран побеждает мечом. То есть Коран нам разрешает этот джихад объявлять всем неверным. Так, а христиан, а христианы, евреи, это люди писания. О них сказано, так-то их не трогайте. То есть они поработились, чтобы они аят, это, зяки откажутся, платили этот налог. И все. Они переставляют одно слово и получается, христианы, убивайте их, убивайте, они язычники. А почему язычники? Они мощи почитают и святую троицу. А это много Божие, и поэтому у Бога нет сотоварищей. У Аллаха нет сотоварищей. Понял? Как они учат и как он. Ну зайдите просто на сайт, на первой странице, я вчера его поставил, очень понравился. И это теперь уже, а Дмитрий спрашивает, ну а как вот сейчас, как это так? Он говорит, а мы-то везде не раскрываем, что мы татары-то. Мы татары-то, потому что у людей, говорят, где мы бываем, там на юге Дамаска, там у них, когда Чингисхан-то захватил, татары-монголы. А то выходит, мы их последователи, мы уже не говорим, что мы татары-то. У них татары-то означают и монголы. А значит, мы разрушили тогда Дамаск и все прочее. Ну ясно, что у нас среди русских живет, но речь до того хорошая. Никакого мы... Э, ну, э, вот москвичи любят мычать. У него нигде мычания нету. И видно, оперирует словарный запас очень большой. Ну, понравился. Ну, а мусульманин. Если бы все-таки мусульмане были, значит, мы бы были тоже другими. Игнать Тихонович, можно задать вопрос? Можно. Вам. Давай. Вы постоянно говорите, Дмитрий Смирнов, Дмитрий Смирнов. А как вы относитесь к Осипову? Теперь, про что ты сейчас сказал? Оперируй два слова. Косипова, что я сделал? Непрекослов или что? Вы постоянно говорите о Смирнове. А как относитесь к Осипову? Да никак не отношусь. Я считаю, что он выступает, где очень умный профессор. Я сразу говорю, не нравится, что он бреется. Он старше мне на два года. И в масонском галстуке. Это первое, что мне нравится. Дальше. Очень вольные рассуждения о вечном мучении, о другом. Не по Писанию, а о тете Фросе, как некоторые говорят. Мне это не нравится. Но остальное, что сказать. Вот эти вот, которые попы у нас, это его ученики. Батюшка у него учился, это старейший профессор. За ним многое числится что-то. Но я ему не судья. Я ему посылал, ему лично переписывался. Когда кисну православию у меня на отдельном вкладыше в университетской газете выходили в клейке вкладыши о крещении, о покаянии. И я ему несколько материалов послал. И он дал ответ, что материалы все очень хорошие. Это я без тебя, я думаю, знаю, что это хорошее, нехорошее. Ты-то почему этого не делаешь? Он нигде не говорит против того, о чем я говорю. Он нигде о мощах не говорит. Я такого не встречал. Нигде он к патриарху слова одного не скажет. Почему? Его сразу оттуда выметут. Он не может сказать то, какими талантами Бог наградил его до конца. Почему? А он связан с положением, должностью, профессором. Его просто гольнут вот так вот, и он вылетит оттуда. А у меня ничего не сделает. Ну, нанять киллером, так это как удастся еще. Я могу из дома не выходить целую неделю, они тут замерзнут. Он говорит, что московская патриархия не каноническая. Она нарушает много канонов. Она не каноническая. И Дмитрий Смирнов об этом же говорит. Видишь, слово не каноническое, как они понимают. Я не спешу склоняться к их словам. Не каноническая, это не означает, что она безблагодатная. Не каноническая в своем основании. С употреблением мирских властей. Седьмой Вселенский Собор, третье правило. Нарушенное. И притом это не одно правило за этим тянется. Это первое. Дальше. Они сотрудничали. У них тайные клички КГБские там где-то, НКВДши были. С этим я не согласен. А нарушает сколько? Я уже сказал. Действующих 719 правил, 413 правил нарушают. Он не знает, ни Осипов, ни Смирнов. Я отдельно занимался, три года этим правилом переводил и проще. Вот и все. А могут посмотреть? Нет, не могут. Они нигде людей не учат о рождении свыше. Почему? Сами нерожденные. Я им подсказывал где искать у баптистов. Наймите, заплатите или как. Да не бесплатно будут. Но только сначала подписку пусть задут, что нигде православную догматику трогать не будут. Догматику. Учить только любить Христа, Бога и любить Библию. Баптисты пойдут. И уровень священства вот этого изменится кардинально в течение трех лет. Это я гарантирую, это гарантом являюсь. Почему? Слово Божие очищают. Баптисты очень хорошо и сильно любят Слово Божие. И они искажают там где-то тысячелетнее царство сказать, это не трогают. А именно любить вот это остальное. А остальное им все понимают правильно. Так они не будут об иконах говорить. Пусть совсем не говорят. Они их за идолов считают. Мы договоримся. Вот и все. Смирнов, это православный по сегодняшний день. Но монахи сжигают его труды. Я с этим не согласен. В этой книге столько хорошего. Ну выщеркните странички. Ну взял бы и рукой выщеркнул там. Никаких. Это монашеская тема египетская лезет оттуда. В данном случае вот сказали бы, а вот монахи, а вот Осипов. Вы на какую сторону стали бы где-то? Выбирать-то трудно здесь. Но не с монахами. Это я мог бы сказать. Осипов мне кое в чем не импонирует. Но это ближе к истине. Когда он разговаривает, вот женщина там в брюках, он начинает наворачивать такое, что ну а кто знает, как носили в те времена. А женщина начинает губы красить. Он это, он все оправдывает. Все, что в церкви делается, он оправдывает. Внимание. Я отвечаю об Иосифове Алексея Ильича. Я недавно, потом приостановил Володя, послушаю, он греха не боится совсем. Но ему вопросы задают, он оправдывает этот грех. А раз оправдывает, у него тогда все в порядке, тише, блажь. Да если наше-то правило включить, община эта, у него ни одного, ни студента не будет, семинариста. У него ни одной лекции не будет дальше. А то все назволено. И они оправдывают все, что это мирские привычки, как приходят женщины. Он все абсолютно смазывает. Почему? Да он сам бритый в галстуке. На меня идут лапки. Знаете что, вот он у Иосифов ничего, но говорит смешно, даже бритый в галстуке. Какое отношение имеет? Это его руки скоблят. Это он против образа Божия восстает. Я уж не говорю, что он без пояса и прочее. Я уж не говорю о том, что посты не соблюдает какие. Откуда вы знаете? Я к примеру говорю. Согласно того, как он ко всему относится, каноны для него не являются авторитетом. Вот и все. А Библию перетолковывает как хочет. Похоже, что златоуство он ни разу не прочитал. У меня такое мнение. Видите, я в этом вопросе строжайший догматик, канонист. Так написано, и вопрос снят. Утром Володя готовит пищу. Как там сегодня? Масла нету, нету растительного. Все. Ни в лагере, ни в дороге мы не нарушали. Я православный. И в это включается все. Каноны, соборы. Что, все? Благодарим Богу. Молитесь всегда, Игорь Михайлович. Вы. Опять? Опять. Ну, тогда в конце «Амень» придется вам говорить, если согласны будете. Да. Боже, милостью будь мне, грешеный. Создавь мне, Господи, помилуй меня. Бесчастово я согрешил, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй. За молитвы святых отец нашего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесную, утешите же души истинные. И живи с десы, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись овные, очистены от всяких скверных. Спаси, блажь и души наша, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, сели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне пресно, и вовеки веков, аминь Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем, должником нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, ибо Твое есть царство, силы и слава веки, аминь Господи, благодарю Тебя за этот воскресный день, напоминающий нам о смерти Твоей и воскресении из мертвых Слава Тебе, Ты одержал победу над дьяволом, хвала Тебе Вводи милости к нам, Господи, проверь наше духовное состояние перед Тобою И о чем мы просили и рассуждали, укажи нам место, где мы можем остановиться И сердце Николая Виктора расположи к этому путешествию Ты возвратил брата Иакима, от хвала Тебе, благослови болящих Александра, Павла, Андрея, Николая, Енафу, Нианилу, Валентину Пошли добрых, знающих закон Твои, любящих уставы Твои, поселян, селение наше А недобром поставь преграду Будь милостив к нам, Владыка Уцеломудри нас во спасение Да царствует между нами мир и любовь Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Все, Слава Христу, Боже, Сын и Святой Дух Закрывайте Сейчас, я думаю, я тебе запрещу Там, покрывало, я же Сейчас крутится ролик, три минуты он всего, семь минут Пойдем нахуй